В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов за организацию. Я очень рада возможностью присутствовать на этой организации онлайн. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы я смогла присутствовать лично. Но что имеем, то имеем. Как вы знаете, я немножко изменила название своей презентации. Я назвала его «Здоровье женщины при мутации сердца семьи». Я думаю, что внимание на этих аспектах исключительно важно, потому что если говорить о других спикерах, которые говорили о поддержке семьи после постановки диагноза, очень говорит об актуальности этого вопроса. Если мы знаем, что очень часто женщины являются первичными в семье первыми людьми, которые обеспечивают заботу, и, безусловно, они хотят обеспечить полный потенциал, реализация полного потенциала своих членов семьи. Мы, конечно, понимаем, именно поэтому мы называем сердце семьи лежит в здоровье женщины. И что касается семей, у которых диагностировали данный синдром и другие нарушения, для людей это обычно очень большая проблема. Мы должны понимать это, и это мы слышали ранее, потому что эта мутация ведет к определенным проблемам со здоровьем членов семьи, которые ассоциируются с этой специфической мутацией. И, опять же, мне кажется, я не могу использовать кликер. Очень часто женщина в семье, которая лежит в сердце семьи, она заботится о детях в первую очередь. У них могут быть какие-то интеллектуальные нарушения, и в то же время она потенциально заботится об отце, о дяде и о других членах семьи. И у них также могут быть проявления симптомов данного синдрома. И это фактически очень сильное бремя. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о клинических последствиях при мутации, я хочу обратить ваше внимание, что они различаются достаточно сильно. И они, безусловно, влияют на состояние здоровья человека. Если мы будем смотреть на клинические последствия при мутации, и мы будем говорить о возможных вмешательствах, которые могут помочь нам решить эти проблемы. Но давайте также поговорим о молекулярном механизме. Мы сегодня утром слышали о том, что очень важно помнить о том, что молекулярные механизмы ведут к развитию синдрома ломкой хромосомы. И мы можем говорить об этом чуть позже. Но очень важно помнить о том, что это действительно причина, когда мы... Это те аспекты, которые мы должны учитывать при назначении лечения. Итак, я буду говорить о четырех разных аспектах. Первое, мы сегодня об этом слышали, это проблема развития нервной системы. Мы сегодня слышали об аутизме, о потенциальном аутизме, об дефиците внимания. Мне кажется, показывали очень интересные слайды сравнения при мутации и мутации. И мне кажется, что нам очень важно понять, какие число повторов при мутации влияет на риск развития определенных нарушений. Речь идет о высоких числах количествах повторов, и что ведет к нарушению синтеза белка и развитию синдромов. Или, может быть, сама при мутации может не вести к развитию определенных мутаций. Я обязательно об этом поговорю сегодня в течение наших при мутациях и о тех состояниях, которые у нас ассоциируются с при мутацией. Итак, первое, это будет переход при мутации в полную мутацию. Мы поговорим о специфике, о том, как женщина передает при мутации в полную мутацию для следующего поколения, своим детям. И мы также поговорим о синдроме первичной авариальной недостаточности, связанной с ломкой X-хромосомой. И далее мы поговорим о треморотоксии, ассоциированной с ломкой X-хромосомой. Что важно, как я говорила, что исход или экспрессия при мутации, а можно перейти к следующей слайде, они очень сильно отличаются. Это могут быть факторы окружающей среды, а могут быть и гены-модификаторы, которые повышают риск развития подобных заболеваний. И наша задача идентифицировать факторы риска таким образом, чтобы мы могли помочь диагностировать эти состояния, помочь определить лечение и понять, что мы можем делать в будущем, на что нам нужно обращать внимание в точной медицине. Итак, давайте поговорим об абсории. Это то, о чем сегодня много говорили с утра. Если мы говорим о наследовании синдрома ломкой хромосомы, мы, конечно, когда говорим о мутации, мы включаем сюда две формы ломкой хромосомы. При мутации и мутации мы знаем, что этот ген он ассоциируется с количеством повторов на хромосоме X. Есть определенный паттерн наследования, что это значит, что женщины, которые несут премутацию, и здесь это обведено в кружок, имеют определенную премутацию, эти женщины имеют 50% шанс передать эту мутацию по следующему поколению с атипичным количеством повторов. То есть 50% шанса для девочек, для дочерей, для сыновей. Если говорить о мужчин-носителей, немножко другая ситуация. У них есть только одна хромосома X, мы все это знаем. Когда они передают X хромосому, которая несет эту мутацию, все его дети 100% получат премутацию. Но что касается сыновей, то ни один из них в такую паттерненцию получить не может. Следующий слайд, пожалуйста. И на основании этих данных мы можем говорить о динамической экспансии повторов, которые наблюдаются в последовательности повторов. Таким образом, эта динамическая экспансия повторов очень уникальна и зависит от различных количеств, от количества повторов. И паттерн здесь следующий, что риск от перехода от премутации к полной мутации, который ведет к развитию синдрома, наблюдается только у женщин. И это зависит от количества, от числа повторов. Мы видели сегодня на слайдах, и это ведет нас к идее предвидения. И также в этом случае, когда у нас синдром ломкой хромосомы, это также повышает риск, что в следующих поколениях также будет такой же хромосом из-за премутации. И также 16 у нас повторов, 60 повторов – это красным, 30 нормальных размер. И также экспансия этих повторов говорит нам о риске премутации. И, как вы можете здесь увидеть, в следующем поколении уже 90 повторов. Каждый раз при передаче по наследству у нас есть увеличение этого показателя. И также у женщины могут иметь уже такой синдром ломкой хромосомы. Также риск при 90 очень большой. Это уже более 200 повторов. На следующем слайде вы увидите еще более подробную информацию. И, пожалуйста, вернитесь на предыдущий слайд. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Снова 9CGG. Это типичный паттерн. паттерн, который мы видим при генах где-то 30 повторов. когда они теряются, это процесс мутации так проходит. Структура становится нестабильной. Например, если этот повтор не содержал вот этих вот прерываний, то они будут нестабильными при передаче от родителей к ребенку, как от отца, так и от матери. На следующем слайде теперь давайте посмотрим на то, как это влияет. Я думаю, что я это очень хорошо и кратко объяснила. То есть, когда нет повторов, например, в этих небольших аллелях, то есть 55-65, только единственное, когда у нас переход на полную мутацию, когда нет прерываний в HGG. Если нет таких прерываний в HGG, то есть они не включаются, то есть, например, 75 повтор, когда нет здесь прерываний, то есть 70 процентов, это когда это вероятность полной мутации, и где 30 процентов, когда это не происходит. И когда у нас, например, 2, только это менее 5 процентов. То есть вот эти паттерны, они очень важны при оценке потенциала, риска экспансии при передаче от матери к ребенку. Также есть диагностические тесты, которые также вот эти прерывания HGG могут определять. И также, как я говорила, носители мужчины, мужчина-носитель, опять-таки, не то, что нет такого паттерна, да, что переходит только к дочерям, когда премутация от отца переходит к дочери. То есть, редко-редко идет экспансия к полной мутации. То есть, и для этого конкретного повтора это уникальный паттерн. И сейчас справа квадратик, да, то есть это 83 повтора у мужчин. И также, как мы здесь видим, 79 или может также произойти экспансия, как я сказал, редко, практически никогда не получаем мы здесь полную мутацию. То есть, синдром ломкой X-хромосомы. То есть, это предполагает, что когда у мужчины находят синдром, да, с полной мутацией, то есть синдром ломкой X-хромосомы, его мама – это человек, который является носителем этой мутации, да, не отец. Вот это очень важно понимать. И следующий слайд, пожалуйста. Давайте поговорим о следующей теме, да, то есть о вмешательствах. Давайте назовем это вмешательство. Что может сделать семья, когда у них был диагностирован этот синдром в семье? Да, конечно же, с точки зрения наследования, очень важно получить консультацию генетика и также специалистов в сервисах хранения. Опять-таки, очень важно понимать паттерн механизма наследования, потому что здесь все сложнее, чем с моногенными расстройствами и заболеваниями. Также диагностические тесты, они имеют разную чувствительность. Также нужно количество повторов и также определить размер последовательности, наличие этих прерываний. Также есть пренатальная диагностика. Она доступна для семей, у которых есть такая проблема. То есть они могут понять, да, какие мутации есть у плода. И также каскадный скрининг. То есть один, если у человека есть диагноз в семье, да, это вот сложный момент в любом генетическом заболевании, когда у человека одного находится этот диагноз в семье, это значит, что у многих в семье также есть риск носительства. И очень важно также найти опытного генетика для того, чтобы определить, у кого есть риски и провести также тестирование на носительство. Мы можем переходить на следующий слайд. Итак, риски наследования от премутации до полной наследования. То есть это ограничено цену с женщинами. Итак, да, это также есть еще разновидность, которая ассоциирована с авариальной недостаточностью, настоящее яичников. И, конечно, только у женщин авариальная недостаточность. Это не касается всех женщин с премутациями. То есть в среднем, если у всех женщин, у которых есть носительство при мутации, какой риск? Где-то 20 процентов. Это авариальная недостаточность. То есть это первичная авариальная недостаточность. То есть это до 40, когда яичники перестают работать. То есть это 20 процентов у женщин, которые являются носителями премутаций, и 1 процентов общей популяции. То есть увеличиваются шансы на эту патологию в 20 процентов. Итак, если мы задаем вопрос по-другому. Частота премутации среди женщин, у которых есть диагноз первичный в реальной недостаточности. Цифра – это 2 процента. Это изолированный случай, когда в семье нет такого диагноза. И до 11 процентов среди тех, у кого есть члены семьи, у которых была или ранняя менопауза, или преждевременная недостаточность яичников. И 0,3 в общей популяции также значительное увеличение, если мы смотрим на женщин, у которых есть такой диагноз диагноз преждевременная недостаточность яичников. Какие симптомы FxPoY? То есть это синдром преждевременной недостаточности яичников, соединенный с ломкой хромосомы X, сокращение менструальных циклов, то есть они становятся нестабильными, а их невозможно предсказать даже за 7 дней, и они могут, например, прекращаться, то есть 2 месяца без цикла изменения гормонального профиля. Например, увеличение Fsg, уровня фолликолостимулирующего гормона, это также связано с авариальным резервом. У них снижается этот резерв авариальный, и также снижается АМГ, антимиллировый гормон, то есть это типичный гормональный профиль у менопаузальных женщин. Клинические симптомы, связанные с менопаузой, также у них присутствуют. Это приливы, перепад настроения, атрофия влагалища, и также у многих женщин это происходит в период перехода к менопаузе. И также есть еще и бесплодие, сниженный ответ на гормональную стимуляцию во время эко. Очень важно также сказать, да я хотел бы это особо отметить, даже если есть такой гормональный профиль, есть такие симптомы, есть симптоматика, но если женщина может все равно спонтанно забеременеть, это очень важное наблюдение. И также это касается для женщин в перименопаузальный период. Как я сказала, все женщины, у кого есть премутации, у них не у всех есть синдром FXPoI. Итак, каковы факторы риска? Разрешите, я остановюсь на трех, их всего три. Это длина повторов, гения, курение, геномодификаторы. Это глава нашей исследовательской группы Alien. Здесь мы видим очень интересный феномен или наблюдение. Это средний размер последовательности повтора. В состоянии премутации он влечет за собой более высокий риск развития синдрома первичного реальной недостаточности. И здесь на оси это процент женщин, у которых есть диагноз XPoI. и на оси Y у нас это количество повторов, то есть это носители. И, например, до женщин, у которых 132 или 200 повторов. И популяция не так часто встречается. Что здесь важно сказать, от 70 до 100, даже до 120, есть риск по сравнению с более низким размером повторов, последовательностью повтора. Это то, что касалось диагностики. И на следующем слайде мы по-другому смотрим на тот же самый феномен. Это связано с возрастом наступления менопаузы. В целом у женщин с премутацией где-то на 5 лет в среднем раньше наступает мутация. Но, опять-таки, можно это разбить на группы по последовательности, размеру последовательности повтора. И я постараюсь это сделать сама. Итак, что здесь значат эти картинки? То есть у нас средняя медиана возникновения менопаузы, наступления менопаузы. И вот эти цветные столбики – это следующий квартиль. и мы здесь можем увидеть все данные. Давайте возьмем 85-90 повторов. То есть здесь шкала повторов от 0 до 130-199. Здесь происходит возраст 37, то есть у этой группы. Возраст вступления менопаузы намного ранний. По сравнению, у кого 70-74 повтора. То есть это средний возраст составляет 45 раньше нормы, но нет диагноза. То есть у кого средний размер последовательности повтора, там чаще и диагноз выставляется. FX-POI. Следующий слайд. Курение – это фактор внешней среды. Следующий слайд, пожалуйста. Курение. Менопауза наступает время на год раньше. И это не специфично только для синдрома FX-POI. То есть это для любой женщины. Это очень важный момент для всех женщин. И нужно это помнить, что курение влияет не только на продолжительность жизни в целом. Оно также влияет и на репродуктивное здоровье. И также курение – это то, чего стоит избегать, если вас беспокоит ваше репродуктивное здоровье. И если посмотреть на семью, если у человека в семье был FX-POI, средний возраст менопаузы у других родственников также сокращается. Это также говорит нам о том, что гены влияют на возраст менопаузы. Если мы возьмем все гены, о которых мы знаем, то есть все варианты, которые приводят к снижению возраста наступления менопаузы, да, они тоже играют свою роль в диагнозе. И также есть гены, которые отвечают. Сейчас еще происходят определенные исследования, которые рассматривают конкретные варианты генов, которые отвечают за возникновение FX-POI и также за более тяжелые его проявления. Итак, последствия синдрома FX-POI для здоровья. Можно сказать, что когда я слышу, что это незначимое клиническое состояние, это значительно влияет на состояние здоровья, вот эта мутация. Больше всего как бы влияет на самое серьезное последствие бесплодие, также влияет на качество жизни, потому что у женщин много симптомов менопаузы раньше в жизни, да, то есть когда ты не знаешь, что происходит, это может быть очень неприятно. И также все женщины, у кого есть диагноз авариальной недостаточности, то есть есть и когнитивные способности снижения, также увеличивается риск остеопороза, то есть все связано с дефицитом эстрогена. И да, то есть когда есть диагноз синдрома истощения яичников. Также может увеличиться и риск ранней смерти сельских заболеваний остеопороза, да, вот остеопороз очень часто связан с FX-POI, потому что это очень важно, что остеопороз также приводит к риску перелома шейки бедра. Это очень серьезная причина ранней смертности. Что можно сделать? Я думаю, что женщинам нужно себя самим защищать. Также пройти диагностику, но также нужно и также рассказать своему врачу, специалисту, который работает с вами, да, то есть гинекологу, с чем это может быть связано. Например, отказаться от сигарет, я понимаю, что это нелегко. Если есть диагноз FX-POI, что нужно сделать? Очень важно начать гормонозаместительную терапию и использовать ее до естественного возраста наступления менопаузы. Это 50 лет, то есть мимикрируя физиологическое состояние, какое есть с точки зрения гормонального профиля у женщин до 50 лет. И снизить те негативные последствия, которых мы ранее говорили, также очень важно сделать денситометрии, чтобы посмотреть на плотность костной ткани, то есть есть ли какие-то симптомы остеопороза, как я говорила ранее. Если женщина не интересует беременность, нужно, чтобы она использовала контрацептивы для предотвращения нежелательной беременности. И также это может произойти неожиданно, если есть синдром преждевременной источнической. У женщин с премутацией у них нет симптомов синдрома, но они являются носителями синдрома, у них есть премутация, нужно следить за менструальным циклом, как я уже говорила. Когда цикл сокращается или он меняется, это также предвестник, преждевременное истощение яичников. Также нужно нормализовать уровень АМГ и ФСГ. Опять-таки нужно его измерять и смотреть за изменениями. Если наступают ранние изменения, то мы знаем, что опять-таки у нас сокращается репродуктивная жизнь. И также нужно объяснить это врачу, и нужно врача информировать и помочь врачу понять важность разных мер. И если есть показания и те факты, которые говорят о истощении яичников, так же нужно подумать о сохранении фертильности. И также, когда у нас есть фактор риска, мы можем помочь женщине рассматривать ли сохранение фертильности, если у нее очень много факторов риска. По сравнению с женщиной, у которых есть премутация, но нет других факторов риска, ей может быть это и не нужно. Я бы хотела поговорить сейчас о F-экстаз, то есть ремонтоксия связанная с ломкой X-хромосомы. И это нейродегенеративное расстройство. И доктор Ранди Хагмен, вы позже ее услышите, она как раз нашла этот синдром. Они нашли это расстройство. И что это в себя включает? То есть разные симптомы. Вот эти симптомы, они появляются где-то в районе 55-60 лет. Интенционный тремор, атаксия. Также странная походка, снижение когнитивоспособностей или потери когнитивоспособностей, нарушение исполнительных функций. Мы также знаем, что бывает и Паркинсон. Это нужно помнить. У Паркинсона есть похожие симптомы. Нужно отличать. Это не проявляется у людей, у которых есть синдром F-X только у премутации. И также синдром F-X у женщин, по сравнению с мужчинами, встречается чаще. Также он более проявлен у мужчин, по сравнению с женщинами. То есть женщин их меньше. Это также связано с размером повтора. И также связано с X-хромосомой, которая есть у мужчин, которая есть у женщин. Опять-таки проявления, они похожи у мужчин и женщин. У них похожие невропатологические симптомы. Также это включает дегенерацию мозжечка, других районов мозга. И опять-таки мы говорим о интернуклеарных инклюзиях, которые распространяются на большую часть мозга и на позвоночные столбы, на нейроны. И также результаты РМНТ схожи. Атрофия. Также специфические симптомы и проявления это увеличенная интенсивность по МСП. И также заболевание белого вещества. Это то, что типично для такого синдрома FX. Опять-таки это среди мужчин и женщин встречается. У женщин нет так это правильно, как у мужчин. Не все мужчины и женщины с премутацией имеют факторы риска и страдают от синдрома FX-TACS. Итак, да, премутация, носитие премутации. Размер последовательности повторов в этой случае. Я бы хотела про это рассказать более подробно. И также нелинейные ассоциации в основном. Чем больше повторов, тем выше риск таких проявлений. И самый высокий риск начинается с более чем 70 повторов. Коэффициент х инактивации. Я об этом раньше не говорил, мне кажется. Это для женщин, потому что для них это характерно. То есть одна из х хромосомов, она как бы молчит, ничего не делает, она не рабочая становится. То есть поэтому у мужчин нет этого процесса, что у них все равно одна только хромосома Х. То есть при любом рандомном процессе у нас может измениться пропорция тех клеток, которые инактивируются, становятся неактивными. И что мы видим при ФАКСТАС, у нас происходит чаще закрытие обычного размера, то есть активная х хромосома. Чаще именно та, которая носит, является носителем при мутации. Если вычистое соотношение, то есть значительное увеличение тяжести ФАКСТАС, то есть не диагностическое, не предиктивное. И вот этот коэффициент х-инактивации дает нам указание на тяжесть. То есть это связано с тяжестью. И также я хотел бы сказать, что этот коэффициент х-инактивации измеряется по крови, то есть не в целевых тканях мозга в данном случае. И также, кроме F, есть еще и другие гены, кроме FXPOI, они связаны с другими нервологическими заболеваниями. И когда вы видите диагноз Паркинсона, и также иногда мы видим более сложные исходы, связанные с FX-таз, и также присутствие этого патологии, и также тяжесть зависит от этих параметров. Это три последствия носительства при мутации, особенно у женщин. Я бы хотела поговорить еще о одном моменте, и доктор Хаггемен также очень хорошо это все определила. Другие состояния у носителей при мутации о женщинах. Я буду говорить только о женщинах, потому что я сейчас покажу вам исследование. То есть на мужчинах она не проводилась исследование, не потому что симптомов таких у них не бывает, просто не так часто они про них сообщают. Поэтому я сейчас буду говорить только о женщинах. Мы ранее слышали, что в целом у нас есть психиатрические нарушения, связанные с синдромом FX. Это тревожность, депрессия, головная боль, хроническая боль. Другие аутоиммунные нарушения, иммунопоследные заболевания также входят в эту категорию. И слайд, который я сейчас хотела вам показать, это на 25-м слайде. Это опять-таки исследование Эмили Аллен. И у нее были данные от 335 женщин. Она пыталась понять, какие состояния здоровья у них встречаются. Депрессия, тревожность чаще всего. И также мигрирующие, персистирующие головные боли. И количество состояний на женщину. Если мы это оценим, большинство женщин страдают от 4-х симптомов или 4-х состояний здоровья. То есть большинство женщин или меньше. Говорят о том, что у них состояние достаточно здоровое. То есть у них очень мало состояний здоровья, связанных с этой мутацией. Справа мы можем увидеть увеличение количества этих состояний до 16 разных состояний, которых жаловались две женщины. И это говорит о сложном профиле здоровья. И также те состояния, которые связаны с увеличенным ЭМТ, увеличенным весом, увеличенной также длительной историей курения. Следующий шаг. Итак, что она сделала? Она провела кластерный анализ. То есть что это значит? Она рассмотрела 22 состояния, которые были у более чем 10% женщин. То есть, может быть, есть ли такие женщины, которые жалуются на одни и те же состояния? То есть, есть ли какие-то кластеры, которые похожи друг на друга, они такие единообразы, в эти кластеры или 8 групп, и она это также назвала вот таким образом, как вы видите, по этим состояниям. Зеленый – это меньше всего, редко, да, в этой группе женщин. И чем краснее цвет, красный – это очень часто, это тревожность в кластере. Более 60% женщин в этом кластере говорят о том, что у них есть тревожность. Это самая обширная категория, большинство женщин, где-то половина женщин. Они говорят о наличии небольшого количества симптомов. Следующая категория – это головная боль. Это группа женщин. Они говорили еще о других симптомах, но это головная боль, напряжение. Часто говорили о мигрене. Также сложный профиль – это женщины, которые говорили о проблемах нарушения сна. Также было много симптомов и состояний, и сама эта группа была связана с увеличенным индексом массы тела, весом. Следующая группа – это психическое здоровье. Как вы можете увидеть, какие симптомы здесь были. Группа женщин, которая говорила о симптомах экстаз, и было 11 в этой группе. Мне очень интересно, что у них не было симптомов, связанных с FPPOI. Последние три группы сообщали о диагности синдрома истощения яичников. И здесь мы видим, что также были сложные профили здоровья. И также, в чем смысл этого анализа. Можем ли мы ассоциировать определенные факторы, которые связаны с этими кластерами, например, у которых мало симптомов, или факторы риска, которые связаны с теми, у кого было много симптомов. Опять-таки, это исследование было уже проведено. Я думаю, что оно очень полезно. Вмешательство. Сейчас нет таргетированного лечения. Сейчас проводится симптоматическое лечение. Женщины с премутацией. Да, мы признаем, что они находятся в сложных условиях. То есть, например, сокращение стресса очень важно. Нужно, чтобы у них было время на себя. Техники осознанности, йога, физическая активность, правильное питание. Это очень важно для этих состояний. И также, да, вот этот стресс носителей своего синдрома FX. И также потенциальное наличие синдрома преждевременного истощения яичников. Тревожность и депрессия очень часто появляются. Поэтому очень важно иметь поддержку сообщества. Переходим на следующий слайд. И я хотела бы представить вам международный реестр по премутации ломкой хромосомы X. Это реестр, который поможет вам в ваших клинических исследованиях и представит больше возможностей. Уже в реестре зарегистрировано 500 человек. И в том числе 2 человека из России. И этот реестр облегчит вашу работу в ходе исследовательских проектов. И благодаря ему мы сможем быстрее разработать целевое лечение. На этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо огромное за вашу интересную презентацию. Я уверена, что она оказалась очень полезной для детей и их семей. У нас есть несколько вопросов. Первый. Требуется ли девочкам с премутациями особое медикаментозное лечение? И как это работает с женщинами с премутациями? Что касается девочек. В настоящий момент мы лечим только симптомы. Например, если у девочки наблюдается определенная проблема. Например, у нее не начинается менструальный цикл. В таком случае она должна обратиться к своему лечащему врачу. И вместе они должны понять, что происходит. Но надо сообщить врачу о том, что девочка является носителем премутации. Можно использовать контрацептивы с тем, чтобы запустить цикл. Но надо учитывать факт премутации. И то же самое относится и к симптомам аутизма, тревожности. Их тоже можно лечить. Но необходимо понимать их связь с премутациями. Это то, как мы работаем с девочками. Что касается женщин, то за исключением тех вмешательств, которые я продемонстрировала, нужно брать инициативу в свои руки и сообщать докторам, что существуют нарушения, связанные с премутациями. Спасибо. И второй вопрос. Существует ли возрастная статистика относительно развития синдрома истощения яичников при наличии премутации? Вы спросили, возрастная статистика? Да, всё верно. Прежде всего, я показывала вам работу в рамках своей презентации. Это новая работа, которая только-только была опубликована. И в ней говорится о взаимосвязи этого состояния с премутацией. Спасибо огромное, что нашли время поучаствовать в первой конференции, посвящённой ломкой хромосомии X. Спасибо. Спасибо.